Ой, вы знаете, у меня сейчас сердце, оно может вылететь из груди. Знаете, ко мне сегодня подошел брат благословенный и говорит, что-то ты, Сергей, приехал в Молдавию и даже не засвидетельствовал, и ничего не сказал, и не вышел. Я не знаю, почему так происходило в моем сердце, может быть, не время было. Но вы знаете, сейчас, когда мы пели, я понимал, что мне надо будет выходить, и в моем сердце было, знаете, ликование радости и горечи, я мог и плакать, и радоваться одновременно. Вы знаете, однажды я был неверующим человеком, и я в своей жизни допускал очень много ошибок, серьезных ошибок и несерьезных, они, все равно они были. И вы знаете, из-за такой моей жизни я что-то приобретал, что-то терял, но однажды я потерял самого близкого мне человека. Я очень хотел, чтобы этот человек был со мной, я очень хотел, чтобы он всегда был со мной, но, знаете, шло время, и мои надежды с каждым годом все меньше и меньше, все затухали и затухали. Я понимал, что время идет, и я никогда больше этого человека могу не увидеть. И в конечном итоге, знаете, прошло какое-то количество времени, и моя надежда, знаете, бывает надежда умирать последняя, она практически затухла. Я уже не надеялся об этой встрече, не надеялся о том, что я когда-то смогу быть с этим человеком рядом, обнять его. И вы знаете, когда я пришел ко Христу, Бог, Он действительно, Он творит чудеса. Он дает нам надежды ту, которую мы уже не считали, что она будет. Мы не думали, что это может произойти, но Бог начал делать какие-то шаги в сторону той надежды, которую я когда-то потерял. Вы знаете, как кто-то сказал, что интернет – это плохо. Нет, на самом деле интернет – это неплохо. Это даже очень хорошо. Все зависит от того, что вы от него черпаете, из него черпаете. И вы знаете, однажды я решил попробовать найти человека, и чудо, я нашел этого человека. Произошло небольшое общение, но как оно произошло, так оно и затихло. И вот я уехал, вы знаете, я ездил в Молдавию, и вот я последний раз ездил в Молдавию, недели две был там, и мне приходят в одноклассниках, сообщение, сообщение приходит, что со мной хочет встретиться человек. Я пока все туманно говорю, чтобы это было неожиданно, с интригой. И вот, и что со мной хочется встретиться этот человек. Но я удивился, думаю, слушай, я был шокирован. Вы знаете, во мне, как будто во мне что-то запело, я почувствовал, что что-то должно произойти, что-то в моей жизни должно произойти, но я понимал, что я только в Молдавии, а встретиться он хочет сейчас. Еще три месяца. Я говорю, господи, как бы я хотел бы увидеть. Я написал, говорю, так и так, я только буду в конце февраля. Ну, там телефон мне оставили, я приехал, у нас произошла встреча с этим человеком. И вы знаете, и вот это чудо, это действительно чудо. Бог, Он такие чудеса делает, которые, я их много видел, но иногда то, что мы затушили, иногда то, что сказали, что нет, все этого никогда не будет, это произошло. И вчера впервые за много лет, я даже не буду говорить, потому что лет действительно много, я встретил своего сына лично уже, увидел его в лицо. Но слава нашему Иисусу. Я благодарю, что сын не ожесточился на меня, ну, что вот так вот получилось. Да, я виноват во многом, но я благодарю Господа, что Он возвращает то, что мы теряем. И не просто возвращает, а Он и смягчает наши сердца для того, чтобы для этого общения. Сегодня мой сын здесь, в этом доме, он пришел сюда. Я ему сказал, если ты можешь не приходить, если хочешь, но он захотел прийти. Я благодарю Господа, верю, что Бог войдет в его жизнь и наладит все отношения, которые там сейчас. Пусть Бог благословит. И я благодарю Господа и славлю Его, и верю. И знаете, я хочу сказать, всегда знайте, что надежда, может быть, и у нас умрет. Да, может быть, но Бог помнит наши желания, и Он их возвращает, и надежду эту, и даже с рехвой. Пусть Бог благословит всех нас. Спасибо нашему Господу.